Ничто так не радует девушек, как поход в салон красоты. Спустя долгие месяцы самоизоляции и запретов на все виды бьюти-услуг, наконец, можно перевести дух. Прямо сейчас мы отправляемся в одну из студий Подмосковья, где уже в первые часы работы запись была забита на несколько дней вперед. Пустые кресла в парикмахерском зале вовсе не из-за отсутствия клиентов. Временные правила. Обслуживать единовременно можно лишь одного человека. Только так удается соблюдать безопасную дистанцию. Кроме этого, сами стилисты студии теперь больше походят на медиков, ну или химиков. Все в маске, мы вот в этом обмундировании, вот, между клиентами, соответственно, перерыв у нас, обработка потом места служебного антисептиком. 20 минут минимум. Этого времени мастеру хватает, чтобы дезинфицировать инструменты, кресла, проветрить помещение и поменять маску. Настоящим испытанием для представительниц прекрасного пола стали два месяца без маникюра. Привести в порядок руки самостоятельно может далеко не каждая, да и свою работу вряд ли удастся сравнить с мастерством профессионала. Сеанс маникюра теперь тоже выглядит не совсем обычно. Мастера и клиента разделяет вот такой прозрачный экран. Безопасность буквально со всех сторон. Как руководители салона мы осознаем все риски работы в период пандемии и берем полную ответственность за все меры предосторожности. При входе у нас стоят маски одноразовые, которые они могут воспользоваться, и антисептики для рук. Также мы измеряем температуру при помощи бесконтактного градусника, обрабатываем руки до и после процедуры. Ждать свою очередь прямо в салоне, кстати, тоже категорически нельзя. В этой студии преображения все наглядно. Зона отдыха и ожидания временно недоступна. Вся зона ожидания, их две в нашем салоне красоты, они, как вы можете обратить внимание, обклеены, и мы не разрешаем и не допускаем ожидания более одного человека. То есть один человек рассчитывается, более в этой зоне никогда и никого нет. Но для клиентов, изголодавшихся по услугам красоты, это, конечно, не причина отказывать себе в удовольствии. Находят компромиссы. Например, члены семьи Чеглаковых в салон записались в разное время. В кресле мастера через несколько часов Марину сменит ее муж. Чувствуешь себя человеком. Наконец-то. Согласно постановлению губернатора Московской области, возобновить свою работу салоны красоты смогли с 3 июня. Отныне сотни жителей Подмосковья стали чуточку счастливее. Ну а жизнь, кажется, возвращается в привычное русло. Нина Бережная, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.